Для человеческого сознания мифы всегда представляли неисчерпаемый колодец воображения. Очень часто сюжеты фэнтези-фильмов основаны на сказках и легендах, но нередко сюжетные линии создаются, не опираясь на литературные произведения, имея свою оригинальность. Необычное визуальное оформление, выдуманный мир, пропитанный магией и чудесами – это особенности такого жанра. 47 Ронинов Мрачный и таинственный сюжет фильма разворачивается в Японии, жители которой подвержены нападению жестоких демонов, желающих подчинить себе народ. И только избранный посланник бога Кай способен спасти всех и сохранить мир. Таинственный странник, преданный всеми, проданный в рабство, избранный судьбой вершить месть и станет одним из 47 воинов, бросивших вызов смерти. Явившись из другого мира, он восстанет против темных сил, чтобы защитить свою запретную любовь. Великая стена Действие фильма происходит в 15 веке в Китае, куда из Европы отправляется группа английских наемников, чтобы разведать секрет черного пороха. Прибыв в Поднебесную, они застают поспешное строительство огромной каменной стены, которая должна стать защитным рубежом от могущественного зла, годами копившего силы, чтобы нанести сокрушительный удар по империи. Героям предстоит вступить в схватку с кровожадными чудовищами ради спасения всего человечества. Конг. Остров черепа. Это восьмой по счету фильма «Монстры», который был впервые представлен публике в классической картине 1933 года. В отличие от того кино и от ремейка в исполнении Питера Джексона, который отправил чудище громить Нью-Йорк, основное действие острова черепа разворачивается в естественной для Конга среде. В сравнении с другими картинами, фильм выводит на первый план мощь и ярость за главного персонажа, который во всей красе демонстрирует, как гигантское чудище раскидывает военные вертолеты и отбивается от наземных атак. Дом странных детей Мисс Перегрин. Все детство главного героя Джейка дедушка рассказывал ему удивительные истории про приют, в котором жили дети с необычными способностями. После загадочной смерти дедушки судьба забрасывает юношу на таинственный остров, где он находит подтверждение всем этим рассказам. Все детские истории оказываются реальностью, когда Джейка попадает во времена молодости своего деда. Вскоре герой фильма узнает, что и сам обладает необычным даром, который поможет ему предотвратить страшную катастрофу, способную изменить мир. Яркость. Полнометражный фильм режиссера Дэвида Эйра сняты специально для сервиса Netflix. На данный момент яркость считается самым дорогим фильмом в копилке с бюджетом в 90 миллионов долларов. Полицейский фэнтези-боевик о мире, где человечество живет по соседству со сказочными созданиями. В этом мире царит неравенство, ненависть к одним и превозношение других. Сотрудник спецотделения по магическим преступлениям вынужден объединиться с коллегой-орком, чтобы опередить и обезвредить злодеев, которые развернули ожесточенную охоту за всесильной волшебной палочкой. Меч Короля Артура. От бандитских разборок современного Лондона и приключений Шерлока Холмса, Гай Ричи шагнул в еще более далекое и мифическое прошлое, в легенде о Короле Артурии. И если вы ожидаете увидеть что-нибудь вроде Короля Артура 14-летней давности, то придется разочароваться. Гай Ричи взял за основу цикл романов о кельтском правителе, однако сделал это очень выборочно и крайне свободно. Поэтому никаких историй о Ланселоте и рыцарях круглого стола в том виде, в каком мы привыкли их видеть, здесь нет. Но просматривая фильм, несложно проследить фирменный почерк режиссера, и вы то и дело будете вспоминать о предыдущих его работах. Малефисента. Семейная фэнтези Малефисента является своеобразным продолжением мультфильма «Спящая красавица». Однако в ней рассказывается история волшебницы, как она стала такой. Рассказать легендарную сказку с позиции злодейки ход остроумный не только потому, что традиционная версия общеизвестна, но и вследствие более тонкого мотива. Зрителю постарше интереснее наблюдать за страстями харизматичной колдуньи. Новый взгляд к тому же немного снижает степень сказочной условности. Очевидно, что Малефисента только номинально злодейка, а на самом деле трогательная натура, разрывающаяся между добром и злом. Варкрафт. Веками магия и неприступные стены защищали людей от любых напастей, но древнее зло, побежденное и забытое тысячелетиями назад, пробудилось. Возглавляемая людьми цивилизация сталкивается с грозной расой орков, бегущими из умирающего мира Дренера. Когда темный портал открывается, чтобы соединить два мира, люди сталкиваются с разрушениями, в то время как орки находятся на грани вымирания. Андуин, Лотар и командующий орков Дуротан готовы пойти на все, чтобы спасти свои семьи и свои народы. Так начались события, призванные навсегда изменить судьбу этого мира. Фантастические твари и где они обитают? Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньютона Саламандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебников, которые происходили за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя. Название фильма обещает фантастических тварей, и именно эта картина в первую очередь предлагает зрителям охоту эксцентричного мага Саламандера на причудливых тварей, которые разбежались по Нью-Йорку. Воображение авторов ленты не подвело, и каждый монстр получился по-своему поразительным. Соответственно, ни одна из сцен охоты не похожа на другую, и яйцы Роулинг сделали их забавными, занимательными и фееричными. Это были 10 фэнтези-фильмов. Всем удачи и до новых встреч!